Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это обновление Найт Кроу и не только, там поговорим об игре. Добавляются два события, одно на две недели, второе на 27 дней. Одно донатное, второе бездонатное. Бездонатным нам дают 140 золота, баф на опыт, золото, часики, руины, санктоны. И финальная награда, сияющий камень отделки брони. Очень интересный бонус, я бы его наверное взял, но он очень хороший, даже если взять эти два древних папируса, они еще в цене нормально стоят. 164, я не думаю, что за полмесяца они сильно упадут в цене, то бишь мы берем два папируса и ресика очень хорошо. Поддержка с золотом, поручения такие, победить монстров в обычном подземелье, выполнить приказы гильдии. Итого миллион 400 золота мы получаем. Итемы для внесения магии, финальная награда, понравившаяся нам, так я предполагаю, статы сохранить можем. При помощи этой таблички будут доступны три новых сезонных абонемента. Это мы вот тут вверху нажимаем, крафтом реликвий, ведем тут бесплатно. Также амулеты мы получаем, золото, точки, амулеты. 1200 алмазов мы получим, блесточку на артефакт. Очень вкусно, я бы сказал. И также дают вот такие вот интересные жетоны, которые мы вставляем в временную коллекцию. Один жетончик дает нам 5% прибавки к золоту. Приобретем пропуск, то еще плюс 5. Итого 10% золоту мы берем с пропуска. Но это если мы заплатим. Дальше у нас талисманом и брошью ночных воронов. Бесплатные награды, очень вкусненькие камни, отделки, бежи. Бесплатно идут атак, там всякие талисманы, бавчики. Скорректированы характеристики обычных монстров локаций для уровней 41 и выше. Проходил я квесты в 41 локации. Не заметил ничего пока месть интересного. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Во время мероприятия получай больше очкового опыта от охоты в руинах Санктоны. Если в 40-й пойдем, там и так хорошо сыпало опыта, а это еще больше будет. Теперь поговорим про игру. Про прошлую неделю, очень вкусненько. На прошлой неделе прошел ивент на x2 золота. О чем я писал в дискорде своем, в описаниях под видео дискорд. Закрыл очень множество коллекций где-то штук. Так бы сказать 20, наверное. Плюс коллекции я закрыл. Двойной урон, мах, двойной урон, базовый урон. Меткость в пве, доп урон в пве. Также очень интересный стат. Игнорирование, снижение мах урона. Игнорирование, снижение урона в пве. То бишь, игнорирование, снижение урона в пве работает очень вкусненько. И также обращайте внимание на коллекции. Есть коллекция. Закрываем всего лишь 3 предмета в коллекции. Это может быть даже белые вещи какие-то. Вот как здесь. Игнорирование, снижение мах урона. На эти вещи мне просто ресурсов не хватало. Уже хватает, слушайте. Можно создать. Смотрим, да, на рынке 320 алмазов. Значит, мы просим кого-то. Обязательно нажимаем искусник. И регистрируем. Махметкость получим. Вот этой палочки вообще нет. Искусник и регистрируем. Если не ваше ремесло, даем кому-то за 10 алмазиков. Чтоб создавали. Надеюсь, я искусник там нажал. Да, искусник. Смотрите, что-то долго. Обычно очень моментально, быстренько выполняют заказы. Ты еще не успел поставить. Получаем. И так же получаем. К сожалению, крафтятся все привязанные. Я надеялся, хоть один не привязанный будет. То бишь, мы сможем продать эту вещь. Плюс махметкость. Мы имеем. Вот, игнорирование, снижение урона в ПВЕ. Тоже идет такая переточка. А так, закрывайте все, что можете. Уже видим, что уже ниже 1 единицы опустилась цена. 0.91. Тоже можем смотреть. Вот, к примеру, урон от крита. Нужно 2 закрыть. Но пока здесь очень дорого получается. Потому что, если это мы закроем, это там где-то 48 алмазов выйдет. А это еще по 5 алмазиков. Итого выйдет 250-300 алмазов кола. Еще дороговастенько. Надо ждать падения цен. Когда боты перейдут на эту локацию. Уже подпустятся как-то. Станут выше. И дешевле брать. И темчики. Очень печально с гильдией у нас. Конечно, есть активность людей. Инвиниус. Это девушка. Оказывается. Инхотеп. Мои 2 активных товарища, которые зашли в дискорд. Но Инхотеп, к сожалению, уплывает в рейс. Он там моряк дальнего плавания. Вернется уже через месяца 2, наверное. Видим, ребята проходят. Также Firegirl. И Girl Witch. Я думал, это один и тот же человек. Но почему-то не заходит человек. Куда-то пропал. В целом, играем. Бустимся. Теперь я точно могу сказать, что я на полпути книги. Ну, 75 тысяч монеток. Еще 75. И мы возьмем книгу. Жаль, что закрыт вход на сервер. Потому что и когда открывают вход на сервер, сразу же налет ботов. И мы с этим ничего не можем сделать. Открываются новые сервера, на которые залетают люди. Очень хотелось, чтобы по моим видео, в мою гильдию заходили тоже люди. Как бы вместе играть, вместе развиваться. Очень много времени я провожу в 30 лвл локации, чтобы фармить золотко. Потому что золотко нужно для закрытия коллекций тех же. Если мы нажмем вот сюда вниз, под имеющимися статами. Сначала создаваемые. Посмотрим, что очень много есть создаваемых коллекций. Дороже купить, чем создать золото. Был ивент на золотко. Мы могли в день фармить 3 миллиона золота. Я думал, нафармлю еще на одну книгу. Ну и там, позакрываю пару коллекций. Но я так увлекся коллекциями, что мне не хватило на книгу золота. Еще 4 ляма надо фармить. То вернусь в 30 лвл локацию. Чтобы фармить золото, нужно скупать и магазин. Какая-никакая гача. Потому что если мы хотя бы ту гачу будем скупать. Я еще раз объединю оружие. Мы получим проходку в данж одну. Покупал пропуск с кокунами. Видим, у меня 3 повторочки. Четвертая никак не хочет выходить повторочкой. Ну, хотелось бы, чтобы уже эпический был скакун. И там эпическая пушка. Я стану на локацию выше. Сразу пойду в 36-ю. Не хочу туда идти. Потому что всякие наглые лучники стоят тебе на голову. Из-за того, что у хила очень долгий прокаст. Это просто невероятно. Лучник делает тычку, а вы только замахиваетесь. И если у вас настроено, типа, вежливый охотник. Получается так, что вы даете в моба тычку. Со скилла там сносите ему где-то 30% хп. А лучник, оказывается, он просто тычкой дает первый. Вы переключаетесь на другого моба. И тем самым отдаете моба лучнику наглому. Это очень часто я заметил. Я, конечно, сливаю таких чувачков. Потому что очень наглые. Вот ты заметил лучники. Просто стоят тебе на голову. Потому что нет эпического скакуна. Нет пушки. И они этим пользуются. Также я понял, что... Ну, если мы сюда нажмем, можем прочитать, да. Что это за статы. Скорость атаки это удар с руки. А заклинание это прокастовка заклинания. В свой класс. И нам показывают все статы, которые нужны для нашего класса. И будут влиять на нашего персонажа. То бишь, нет того, что тут по мне покажет. Урон в дальнем бою. Крит в дальнем бою. Который мне не нужен. При переключении на другой класс. И статы, соответствующие под тот класс, показываются, которые нужны тебе. Тоже очень круто. Такая настройка скиллов работает на локациях, где вы даете 3 тычки мопу. Убиваете его с разряда. Если вы хил, тоже можете так сделать. К примеру, не именно на этой локации. А отталкуйтесь всегда от своих статов. Может у вас урона больше. Может у вас там эпический скакунчик. То вы можете по-другому себя чувствовать на других спотах. Чувак на синей карте с такими статами 70 урона. Вы приобрели уже себе священная молния. Очень крутой скилл. Дает хороший импакт. 4 моба в минуту. Но это тоже плюсик. Делал я замерчики. Есть небольшой прирост. Очень немножко, но есть. Потому что, если мы отключим такую раскладку. У нас будут 2 скилла лететь в моба. И это будет неэффективно. А если мы сделаем вот такую вот раскладку, как я сделал. Двойным нажатием убираем. Один раз нажали, вторым куда нам нужно поставить. Также переставляем. Главное тут выставить пропускать недоступные. Если моб умирает, вы сначала начинаете прокастовывать скиллы. Это очень круто. При такой раскладке вы всегда будете... Ну, сейчас немножко скиллы сбились. Всегда у вас будет 1 скилл лететь в моба. И вы будете добивать обычными тычками. Но иногда скиллы сбиваются. То нужно быть 1 на локации. Иногда просто крит там не проходит. К примеру, там как-то неправильно пошло. Вот сейчас мы видим. Каждый скилл летит в моба. Вот удар из 3 тычек он добивает. Вот опять. Удар. Добивает. И каждый моб он начинает с новой тычки. Крит прошел. Ну, тоже от крита очень много зависит. При такой раскладке у вас чаще будет 1 скилл лететь в моба. И вы будете добивать обычными тычками моба. Удары разряда молнии и 3 тычки в моба. Это ваш основной скилл. Все убрали, да? 12 тысяч золота. 1 прокрут. 800 мобов. Которые нам позволят поймать какую-то синьку. Но я не уверен. Какую-то зеленку с белыми вещами. Которую мы можем добавить в коллекцию. То был ивент на монетки гильдины. С квеста 500 монеток мы получали. Очень круто. Очень прикольная гринделка. Правда донатная. Я почему-то думал будут на скакунов какой-то пропуск. Как бы за алмазики. Потому что если тут брать. Ну, очень дорого. 2 400 алмазов. 33 на скакуна или на оружие. Можно было бы взять. Вот так очень интересно. Входите в спецподземелье. То бишь в NPC арены. Скупаем ресурсы. Которые очень жизневажные. В целом проходим квесты. Скупаем ресурсы. Фармим золото. И первоочередно закрываем коллекции. Создаваемые. Создаваемые. Ну, какие можем. Смотрим. На аукционе дешевые какие-то коллекции. Первое время. Вот видим очень много создаваемых переточенных коллекций. Из-за чего нужно скупать точки. За 400 алмазов. Как бы с ресиками. Ну, железная руда и крустальный минерал. Перебрался в эту локацию. Посмотрим, что я нафармлю. Пытался 36 локации фармить. Но наглые лучники. У меня там не хватает домашки. Вам хотя бы нужно, чтобы... То бишь мы быстро переключаемся между мобами. Не дает возможности персонажам моего буста. Немножко выше. Чтобы прыгать на наших мобов. Или мы переключались на ихних мобов. Намного профитней. Ваш киллрейт. Не забывайте это. Пишите ваши комментарии. Возможно я что-то пропустил. Как всегда тоже добавляй. Вообще заходи в дискорд. Давай общаться. Если ты состоишь в гильдии. Тоже заходи в дискорд. Пиши. Я конечно понимаю, что... Выйдет Трон и Либер. Я на это все забью. Линейдж 2 мобайл мертва. Из-за того, что... Ну... Два с половиной года, можно сказать. Считайте. И так долго держалась. Год игре прошел. Ее уже хоронили. Я буду объективным. Игра прожила два с половиной года. Там еще люди играют. Кто-то на меня там обиделся. Какое-то в дискорде. Хотя бы спасибо написал. За инфу, которую там... Ребята предоставляли. Да. И я предоставлял. Он обиделся из-за того, что я сказал, что Линейдж 2 мобайл умерла. То, что я играю в Найт Кроу. Я не знаю, почему он обиделся. Но играет он Линейдж 2 мобайл. Ну... Потратил он там деньги, время. Ну, я тоже потратил. Ну, я играю ради контента. Как бы... Если вы будете на меня наезжать, я... Взять, к примеру, чат Линейдж 2 мобайл, где я там могу агриться, да, на ребят. Когда мне что-то пишут, мне что-то не нравится, и мне начинает бомбить. Разговоры в дискорде и на ютуб канале очень короткие. Я просто блокирую. Чтобы мне не компенсировали нервы. То ведите себя культурно на канале Дядюшки Розе и в дискорде. И все будет хорошо. Всем до новых встреч. С вами Дядюшка Розе.